Такой груз в Петербургском морском порту поднимают впервые. Масса реактора гидрокрекинга – это оборудование для нефтепереработки 1378 тонн. Береговым установкам такая задача не по силам. Все приходится делать на воде. Во время погрузки два крана работают синхронно, для того, чтобы горизонтальное положение реактора в воздухе не изменилось. Сам груз переносит довольно медленно. Учитывая габариты оборудования, работу можно назвать ювелирный 40-метровый реактор массой около полутора тысяч тонн, на баржу необходимо установить с точностью до 5 сантиметров. Опорную конструкцию создали по индивидуальному заказу. Для оснащения палубы потребовалось даже составить инженерный проект. В проекте были изготовлены тумбы, на которые устанавливается груз, а также упоры, которыми груз держится на палубе. Также были выполнены подкрепления баржи, чтобы она не разрушилась. Кранами управляет компьютер, причем настолько плавно, что движение едва заметно глазу. Этот кадр ускорен в 200 раз. В воздухе реактор проводит около часа. Когда до опоры остается совсем немного, происходит то, чего все опасались. Один край на несколько сантиметров опускается ниже другого. Положение груза приходится корректировать. Вес очень большой, и при небольшом смещении, буквально на сантиметр два допуска, крену баржи будет больше, чем допустимый. Что влияет на безопасность перевозки в дальнейшем. Таких барж класса река-море, которые могут транспортировать сверхтяжелые объекты. В России около десятка. Они проходят там, где крупным грузовым судам не позволяет большая осадка. Из Индии, страны-производителя, реактор переправляли по океанам и морям. Из Петербурга в пункт назначения Нижнекамск, где и строится новый завод глубокой нефтепереработки, путь пройдет по рекам и озерам. С этим реактором на борту баржа будет устойчива? Да. Она выйдет на свою грузоподъемность, даже свою не возьмет. Да, будет более устойчива на ветру. Никогда прежде никто не совершал речную перевозку настолько тяжелого предмета. В случае успеха операция попадет на страницы книги рекордов Гиннесса. Заявку уже зарегистрировали в лондонской штаб-квартире. Одно из требований представителей рекордов Гиннесса – обязательное отслеживание груза в пути следования. Для этих целей мы устанавливаем, подсоединили, и сигнал пошел. Этот GPS-приемник, в том числе оборудованный ГЛОНАСС-интенант. Впрочем, и это еще не все рекорды, которые, по словам организаторов транспортировки, предстоит поставить. Третье достижение – континентального значения. В Нижнекамске груз предстоит перевозить и на автомобиле. Точнее, сверхмощном тягаче. Евразия такого еще не видела. И в этом случае рекордным может стать и количество рекордов, которые побили, пока доставили оборудование на завод. Илья Карелин, Сергей Смирнов, Роман Великосельский, Вести, Петербург.